Здравствуйте, уважаемые подписчики! На канале на ютубе огромное количество вопросов последнее время о том, как справиться с такой сниженной работоспособностью, с таким тяжелым состоянием усталости, такой остыни после умственной и физической нагрузки. Такой препарат существует, называется он мельдоний. В этом ролике я расскажу о данном препарате, который зарекомендовал себя, хотя бы даже просто, исходя из той истории, которая нашумела после Олимпийских игр. Расскажу о мельдонии, расскажу о специфике, о особенностях, что категорически делать нельзя и чем он так вот нам полезен нашему организму. Но на начало огромная просьба. Поставьте лайк этому ролику и поделитесь этим роликом в социальных сетях. Подпишитесь на мои группы, там много полезной информации, а также на мой телеграм-канал, там вы напрямую сможете задать мне вопросы. Мельдоний это метаболическое средство. Является таким предшественником карнитина, структурным аналогом гамма-бутиробетаина, ГББ. Вещество, которое находится в каждой клетке нашего организма и это, наверное, определяет очень многое. Чем он так полезен, что фактически таким простым доступным языком он делает в нашем организме. В условиях повышенной нагрузки мельдоний восстанавливает равновесие между доставкой и потреблением клеток в кислороде, устраняет накопление токсических продуктов, обмена клеток, защищает их от повреждения. Клетки работают более качественно, более эффективно, а также он обладает таким тонизирующим влиянием. Это сказывается на лучшей продуктивности, лучшей эффективности, меньшем повреждении и в дальнейшем меньше рисков какого-то уже в дальнейшем такого патологического процесса и заболевания. В результате его применения повышается устойчивость организма к нагрузкам и способности быстро восстанавливать энергетические резервы. Препарат используется и в составе комбинированной терапии, и как профилактика, и для лечения, и препарат, который любим не только терапевтами, кардиологами, неврологами, но и многими другими специалистами. Обладает стимулирующим действием на центральную нервную систему, поэтому мы неврологи также используем данный препарат. Повышает двигательную активность и физическую выносливость. Поэтому очень активно используется во всей этой фитнес-индустрии, где выносливость, активность, защита от каких-либо травмирующих стрессовых факторов, да, являются приоритетом. Очень популярен в фитнес-индустрии, очень активно используется спортсменами. Благодаря этим свойствам мельдоний используется в том числе и для повышения физической и умственной работоспособности. Очень любим этот препарат еще и нашими такими ноотропщиками группой. Это студенты, школьники, которые хотят, в принципе, ничего не изучая, получить отличный результат в каких-то тестах, экзаменах, контрольных и прочих. Но шутить не буду. На умственную работоспособность, на когнитивную функцию он влияет положительно, но не заменит вашей работы и фактического процесса такого познавания, изучения материала. Когда показан, это снижение работоспособности. И тут, что важно, это состояние как умственной, так и физической перегрузки. Когда работы очень много, она изнурительная, она не соответствует каким-то нормальным таким показателям и приводит вплоть до какого-то истощения, как морального, так и физического. И вот в этих случаях, когда вы понимаете, что иного решения нет и не будет, и помочь организму чем-то нужно, используется данный препарат. А также он используется в комбинированном лечении разных заболеваний. Это и сердечно-сосудистая патология. Это и заболевания нашей нервной системы. На этапах реабилитации, восстановления от огромного количества заболеваний. Поэтому очень часто вы столкнетесь с тем, что ваш лечащий врач назначает данный препарат. И как я уже говорил, это может быть и терапевт, и кардиолог, и невролог, и хирург, и другие специалисты. Помимо вот этих чудесных свойств на повышение работоспособности, на умственную функцию, на выносливость, на защиту клеток, конечно же, как и у любого препарата, есть определенные минусы. И начнем мы с противопоказаний, когда нельзя использовать данный препарат. И в целом я не рекомендую заниматься самолечением, потому что это может привести к побочным эффектам. И только грамотный специалист, лечащий врач, он сможет правильно и эффективно подобрать необходимые лекарства для того, чтобы был хороший результат, и вы без побочек, без каких-то минусов эффективно добились своего результата и оставались здоровыми, и этот результат был бы действительно быстрым и надежно эффективным. Есть гиперчувствительность, как и к любому другому препарату, как я уже говорил. 99% переносит хорошо препарат, но вот вы можете попасть в этот 1% неудачников, кто плохо переносит данный препарат. Также противопоказанием будет это повышенное внутричерепное давление при нарушении генозного оттока и внутричерепных опухолей. Поэтому будьте осторожно, будьте внимательны. Хороший препарат, действительно хорошо и эффективно используется. Многие используют, но есть ряд и противопоказаний. Также противопоказанием будет беременность и период грудного вскармливания. В возрасте до 18 лет тоже не рекомендуется, потому что вот та же безопасность приема, она не подтверждена, поэтому есть возрастные ограничения. А также будьте осторожны и внимательны при заболеваниях печени или почек. За редким исключением, когда назначаются этой категории пациентов данный препарат, доктор должен всегда оценивать и ставить на чашу весов. То есть, либо там, какой-то из указанных пунктов, беременность, кормление грудью, возраст до 18 лет, какие-то сопутствующие патологии, которые являются противопоказанием. И понимать, то есть, эффект от данного лечения будет лучше, выше или все-таки будет риск больше побочных эффектов. Побочные эффекты могут быть. Как правило, еще раз повторюсь, данный препарат, он хорошо переносится уже из определенного опыта назначения данного препарата. Могу какое-то такое свое личное мнение составить. Но, однако, восприятие пациентов также в случаях повышенной какой-то дозировки может появиться и побочный эффект. Со стороны иммунной системы это аллергические реакции. Как правило, что наблюдалось? Это какое-то покраснение кожи, высыпание, зуд, какие-то припухлости. Со стороны сердца, так как это такой определенный стимулятор, конечно же, это может быть тахикардия, то есть, учащение сердцебиения. Со стороны сосудов какие-то снижения артериального давления. И тут будьте очень внимательны. Те, кто принимают препараты от давления, плюс дополнительно вам рекомендуется мельдония для лучшей работы той же сердечной мышцы, к примеру, для профилактики каких-то других заболеваний, давление может стать ниже. Это может привести к головокружениям, каким-то таким обморочным состоянием, тошно-рвотным состоянием. Со стороны желудочно-кишечного тракта диспептические явления. Со стороны нервной системы иногда пациенты жалуются на головную боль и, соответственно, возбуждение, потому что это у нас стимулятор работоспособности. Сразу такая специфика. Все, какие? Наотропные, сосудистые препараты, другие стимуляторы, принимать нужно за несколько часов до сна. Последний прием препарата, как правило, два раза в день рекомендуется данный препарат в своем приеме, тут принимать не позже 18 вечера. Специфика такая, что если вы будете прямо вот перед сном принимать данный препарат, это просто может плохо сказаться на вашем процессе такого засыпания, в дальнейшем на сне. Также может быть какое-то такое общее плохое самочувствие от препарата по типу общей слабости. Но, опять же, повторюсь, мельдония довольно-таки хорошо переносится, и побочные эффекты бывают редко. Если что-то из подобного у вас появилось, значит, обязательно нужно остановить прием препарата и опять повторно обратиться к вашему лечащему врачу, который назначил данный препарат, для того, чтобы он либо дозировку скорректировал, либо препарат убрал и назначил другой препарат. Это тоже очень важно. И в целом любой новый препарат, который вы принимаете, нужно начинать с минимальных дозировок или обратиться к специалистам, которые проведут те же аллергопробы на данный препарат, на компоненты препарата и в дальнейшем подскажут вам, то есть будет ли безопасным прием данного препарата. Есть взаимодействие, потому что у нас об этом забывают. Пациенты принимают огромное количество разных лекарств, добавляются разными специалистами еще дополнительные лекарства, и вот тут могут быть определенные такие неожиданности. Мельдония допускается одновременно с приемом тех же нитратов, с другими антиагрегантами препараты, которые влияют на разжирение крови, если грубым языком говорить. Допускается прием с сердечными гликозидами, с мочегонными препаратами. Также можно комбинировать с антикоагулянтами, антиагрегантами, антиаритмическими, с другими препаратами, которые обладают, направлены на улучшение микроциркуляции. Как правило, такие сочетания довольно-таки часто наблюдаются. Будьте очень внимательны, потому что мельдоний может усиливать действие нитроглицерина, нефидепина, бета-адреноблокаторов, других гипотензивных средств, о чем мы говорили. То есть препараты, которые влияют на снижение давления, если вы добавите мельдоний, то риски, что еще немножко ниже будет ваше артериальное давление, и если это будет ниже допустимого для вашего самочувствия, то вплоть до головокружения, до обморочных состояний, до тошнотно-рвотных каких-то таких состояний, все это будет на фоне снижения, чрезмерного снижения вашего давления артериального. Одновременное применение препарата вместе с другими препаратами мельдония не допускается, поскольку может увеличить риск возникновения нежелательных реакций. И это будет уже как-то вот наподобие, что одинаковые препараты приведут к передозировке. Как принимать? Дошли до самого интересного, и, наверное, все ждали этой рубрики. Принимаются вовнутрь. Это у нас, как правило, таблетка. Суточная доза для взрослых – это 500 мг, то есть 2 капсулы. Всю эту дозировку делят на, конечно же, несколько приемов. И утром, и вечером принимают. Курс лечения – 10-14 дней. При необходимости можно повторить лечение через 2-3 недели. Иногда назначаются индивидуальные курсы. То есть там и своя специфика дозировки, и по длительности. Это учитывается лечащим врачом и назначается лечащим врачом. Он преследует, как правило, либо какой-то более быстрый эффект, либо более продолжительный эффект. Тоже зависит и от того, той же дозировки. То есть будет учитывать лечащий врач. Если появляется один из каких-то побочных вот таких эффектов, тут же нужно остановить прием данного препарата, обратиться к специалистам, лечение будет симптоматическое. И еще раз повторюсь, в связи с возбуждающим таким эффектом данного препарата, рекомендуется применять в первой половине дня. Потому что очень часто я сталкивался с тем, что приходит пациент, говорит, вот назначено лечение, принимаю такое-то лекарство, вот не могу никак заснуть. Когда уточняешь, какие лекарства, ну, сразу становится все понятно. Убираешь эти лекарственные препараты, и тут же пациент возвращается к своему нормальному образу жизни и нормализует свой сон. А не нормализует свой сон, уже и хорошее настроение, и самочувствие. И, в принципе, все будет хорошо. Как правило, о каких-то таких вот передозировках не сообщалось. В целом, вот я не наблюдал такие случаи именно передозировки. Да и сам препарат как-то вот не в состоянии привести к каким-то тяжелым побочным реакциям. Поэтому, вот, ну, снижение артериального давления, головная боль, тахикардия, головокружение, общая слабость. Иногда вот об этом сообщалось. Пациенты с хроническими заболеваниями печени, почек, как и при назначении любых лекарственных, других препаратов, да, может быть, и не мельдония, будьте очень внимательны, там нужно учитывать и дозировку, и длительность приема, и оценивать работу данных систем, органов. Поэтому будьте очень внимательны. Каких-то вот таких вот работ о влиянии на способность управления транспортом или другими какими-то механизмами, или работа, где нужна вот такая повышенная внимательность, да, концентрация внимания оперативной функции, как таковых отдельных работ не наблюдал. Нет такого прям четкого-четкого противопоказания, но будьте внимательны, потому что иногда бывает индивидуальный какой-то эффект от препарата, поэтому будьте внимательны и осторожны. Огромное спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, поставьте лайк этому ролику, поделитесь этим роликом в социальных сетях, это поможет каналу, я буду очень благодарен. Можете дополнить меня ниже в комментариях под видео, а также задавайте свои вопросы, пишите мне в телеграм-канале, там индивидуально смогу ответить на ваши вопросы. Всем спасибо, встретимся в следующем ролике, всем пока.